13 февраля исполняется 255 лет со дня рождения Ивана Андреевича Крылова, знаменитого русского баснописца, поэта и переводчика. Наши читатели знакомятся с баснями Крылова в раннем детстве, в начальной школе, а то и в детском саду. Вместе с муравьем и стрекозой ребята учатся быть трудолюбивыми, а на примере вороны, оставшейся без сыра, убеждаются во вреде листья. Предлагаем мальчишкам и девчонкам послушать чтение нескольких басен Крылова и полюбоваться замечательными иллюстрациями. Ворона и лисица Уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна, но только все не впрок, и в сердце льстец всегда отыщет уголок. В вороне где-то Бог послал кусочек сыра. На ель ворона взгромоздясь, позавтракать было совсем уж собралась, да призадумалась, а сыр во рту держала. На ту беду лиса близехонько бежала. Вдруг сырный дух лису остановил. Лисица видит сыр, лисицу сыр пленил. Плутовка к дереву на цыпочках подходит, вертит хвостом, с ворон и глаз не сводит, и говорит так сладко, чуть дыша. Голубушка, как хороша! Ну что за шейка, что за глазки? Рассказывать так право сказки. Какие перышки, какой носок! И верно, ангельский быть должен голосок. Спой, Светик, не стыдись. Что, ежели, сестрица, при красоте такой и петь ты, мастерица? Ведь ты б у нас была царь-птица. Вещуньи нас похвал скружилась голова, от радости взобут дыханье сперла. И на приветливые лисицыны слова Ворона каркнула во все воронье горло. Сыр выпал. С ним была плутовка такова. Ларчик. Случается нередко нам и труд, и мудрость И только догадаться, за дело просто взяться. В кому-то принесли от мастера ларец. Отделкой, чистотой ларец в глаза кидался. Ну, всякий ларчиком прекрасным любовался. Вот входит в комнату механики мудрец. Взглянув на ларчик, он сказал. Ларец с секретом. Так, он и без замка, а я берусь открыть. Да-да, уверен в этом. Не смейтесь так из-под тишка. Я отыщу секрет, и ларчик вам открою. В механике и я чего-нибудь достаю. Вот за ларец принялся он. Вертит его со всех сторон и голову свою ломает. То гвоздик, то другой, то скобку пожимает. Тут, глядя на него, иной качает головой. Те шепчутся, а те смеются меж собой. В ушах лишь только отдается. Не тут, не так, не там. Механик пусть рвется. Потел, потел, но, наконец, устал. От ларчика отстал. И как открыть его, никак не догадался. А ларчик просто открывался. По улицам слона водили, как видно на показ. Известно, что слоны в диковинку у нас. Так за слоном толпы зевак ходили. Отколи не возьмись, навстречу моська им. Увидевшись слона, ну, на него метаться. И лаять, и визжать, и рваться. Ну, так и лезет в драку с ним. Соседка, перестань срамиться, ей шавка говорит. Тебе ль слоном возиться. Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идет вперед. И лаю твоего совсем не примечает. Эх, эх, ей моська отвечает. Вот то-то мне и духу придает, Что я совсем без драки Могу попасть в большие забияки. Пускай же, говорят собаки, Ай, моська, знать она сильна, Что лает на слона. Приглашаю мальчишек и девчонок в каковинку За этими и другими книгами. Продолжение следует... Продолжение следует...